Конечно, вот такие монеты, которые чеканились на ЛСЗ, там были. В 96-м году был 95-й Гурт. У 95-го Гурт был монет Гурт 96-го. То есть перепутки такие разнообразные, упробных монет. Ну что, видим конец торгов и монета... Нет, нет, друзья, как такое может быть? О боже, я просто в это не верю. Кто-то поставил колоссальный рост данной цены. Посмотрите, на 10 тысяч гривен сверху докинули на эту монету. Я не верю. Я такой... Ну что, это сенсация. 1 гривна 2002 года была продана за 41 501 гривну. Если интересно, как такое могло произойти, смотрите это видео до конца. Также в этом видео я разыграю 5 монет номиналом 10 гривен, юбилейные. И мы определим победителя. И уже на этой неделе я отправлю эти монетки. Ну что, поехали. Друзья, недавно состоялись торги на монету 1 гривна 2002 года с Гуртом 2001 года. Вы часто у меня спрашиваете в инстаграме, в директе, какие же монеты 1 гривна 2001, 2002, 2003 ценные. Так вот, ценная монета, это, конечно, та, на которой значительный брак. Это могут быть какие-либо непрочеканные монеты. То есть при производстве монеты просто-напросто не отчеканивается часть монеты. И такие монеты несут интерес к коллекционерам. Конечно, вот есть, вот видите, здесь вообще нет изображения ни с одной стороны, ни с другой стороны. Но это заготовка, которая не попала под пресс. И тоже она стоит денег. Вот такая монета была выставлена на аукцион Виолити. Как видите, это партнер и спонсор канала. Кстати, если вы хотите стать спонсором канала, напишите, пожалуйста, моя почта есть в описании. У нас можно еще разместить ваш логотип. Это довольно интересно. И вы очень сильно поддержите нумизматику и мой канал. Но вернемся к монете. Эта монета реально была выставлена на торги с одной гривны. Кстати, я тоже поучаствовал. Моя максимальная ставка была 500 гривен. Ну, потому что, на самом деле, я понимал, что цена на эту монету будет колоссальная. И у меня нет таких бюджетов, чтобы побороться за эту монетку 2002 года с таким браком. Вот у меня есть целая пачка, целая тысяча гривен старого образца. Кстати, они являются действующим платежным средством. Многие говорят, что уже не принимают. Но абсолютно легально ими платить. Можете спокойно платить в магазинах и требовать вызова администратора, если у вас отказываются принимать такого плана гривны. Они являются действующим платежным средством. В отличие от бумажных гривен старого образца. И вот представьте, сколько нужно было пересмотреть вот таких вот гривен, чтобы найти одну гривну 2002 года с гуртом 2001. Действительно, это такой интересный брак. И впервые в истории аукциона была продана такая монета. Впервые в истории именно с таким необычным браком 2002 года. Бывали так называемые перепутки, когда у нас гурт с одной датой, а здесь на Аверсе другая. Действительно, такое случалось и с монетами 1995 года, и с монетами 1996 года. И такие монеты довольно прилично стоят. Ну, давайте же вернемся к нашей монете. Многие могут написать, что такого просто не может произойти, что такая цена. И действительно, для меня это была неожиданность, что монета набрала целую 41 тысячу гривен. Но в чем особенность данной монеты? Во-первых, потому что она была найдена в единственном экземпляре. Конечно, можно предположить, что такую монету сделали на заказ на заводе и потом перепродали. Но судя по тому, как сказал блогер Дима Лаври, который продавал эту монету, ему эта монета досталась гораздо-гораздо дешевле, чем обычно предлагают такие вот заказухи с заводов. Потому что вынести и сделать такую заказуху, это довольно сложное наверняка дело. Потому что, ну, честно сказать, я не держал таких заказух в своих руках, даже и не сталкивался. Но в основном у меня браки, вот такого плана. Видите, браки попадают. Ну, наверняка есть на форумах такая информация, что встречаются конкретные заказные монеты. И в 90-е годы делали такие монеты из других металлов, например, из серебра. Вот. У меня есть полное видео, кто ставил деньги на эту монету, как шли торги, на каких моментах реально могли торги закончиться. Там в районе 20 тысяч не было ставок до последней секунды. И действительно, я думал, что на этом и закончится, но нет. Кстати, сейчас мы разыграем вот эти монеты 10 гривен. И скажу вам по секрету, у нас же канал называется Фартовый коллекционер. Я буду периодически в будущем делать подобные розыгрыши чаще, чаще, чаще. Что еще можно сказать про данную монету? Есть полное видео сейчас обзора Димы Лаврика перед продажей. Он записал данную монету, показал, что она со следами износов. То есть монета реально была в обороте. Грязь. Возможно, можно подумать, что кто-то специально состаривал и так далее. Но вероятность того, что просто на производстве допустили такой брак, есть. Потому что, как видите, бракованные монеты случаются. Это, к сожалению, у нас не британский монетный двор. Там, где степени защиты гораздо-гораздо серьезнее. Хотя и там наверняка случаются браки. Если вы знаете про такие, напишите, пожалуйста, в комментариях. Так, значит, что мы можем сказать еще по монетам? Потерялась моя монетка, которая с непрочеканом. Где-то я ее засыпал этими монетами. Давайте переберем. Какие монеты еще могут цениться? Давайте я вам расскажу. Конечно же, 2004 год не частый, потому что тиража у него не так много, как остальных. Но они еще не набрали свою стоимость. Существуют юбилейные монеты, которые тоже интересны, но однозначно они важны в идеальном состоянии. Когда у вас просто-напросто просматриваются штемпельные блески или монеты не бывали в обращении. То есть, если монета не в обращении, то вот юбилейная монета может стоить фактически 50 гривен, 60 гривен из ролла. Но монетка, которая побывала в обращении, она, к сожалению, уже значительно теряет свою стоимость. Вот она, моя монетка, которую, гляньте, вот так можно в переборе найти непрочекан. Вот такого плана непрочеканы могут стоить и 200, и 300 гривен. Все зависит от желания нумизмата положить такую монетку к себе в коллекцию. Честно скажу, у меня было такое желание, и я приобрел именно такой вот непрочекан. Кстати, в следующем видео я покажу вам 5 гривен с браком, которые мне прислал подписчик. И вы знаете, какая самая интересная история? Браки идентичны. У меня есть 2 монеты, 5 гривен, нового образца, которые с повторяющимся браком. Возможно, эта система сбой дала и реально целая партия таких бракованных пятерок. Вот, друзья, давайте перейдем же к конкурсу. Мы разыграем вот эти 5 монет. Раз, два, три, четыре, пять. И узнаем, кто же победил. Для того, чтобы принять участие в этом видео, нужно было написать просто комментарий под конкурсным видеороликом. Ссылочка на него будет в описании. Ну что, давайте переходить к конкурсу. И всем удачи. Подписывайтесь на инстаграм. Именно там была прямая трансляция. Сейчас мы разыграем и определим победителя, который получит целых 5 монет. Вот таких замечательных 10 гривен, которые я показывал в Одессе. И я их, собственно, бесплатно отправлю победителю. Это довольно прикольный конкурс, потому что целых вот у нас эти 5 монет, которые есть. Для того, чтобы поучаствовать, было вообще очень все просто. Просто быть подписчиком канала, поставить комментарий. И важно, чтобы были открыты подписки, чтобы можно было проверить. Для того, чтобы провести сейчас розыгрыш этих 5 монет, берем ссылочку на данное видео, копируем его и вставляем в специальный сервис. Я пользуюсь сайтом LizaOnAir. Здесь вот я вам сейчас поближе добавлю, чтобы было видно. У нас 2551 комментарий. Кто-то из них получит целых 5 монет разных номиналом 10 гривен, которые я бесплатно отправлю по Украине. Вот, надеюсь, именно оттуда будет победитель. Главное, чтобы он был подписан. Мы здесь, кстати, ставим галочку проверка подписки, обязательно комментариев. И надеюсь, все будет быстро, у нас определится победитель. Друзья, спасибо всем, кто пришел. Спасибо всем, долгий конкурс я делал, потому что видеоролики монтировал на разные каналы. Ну что ж, нажимаем, мне повезет. И у нас проходит сейчас анализ всех комментариев. Друзья, это просто невероятно. На самом деле, я планирую регулярно делать подобные розыгрыши в разных видео. Так что, пожалуйста, оставляйте как можно больше комментариев. Ставьте лайки. Я разыгрываю разные монеты. Сейчас это обычные, конечно, юбилейные 10 гривен монеты. Но не у всех они есть, потому что тираж всего 1 миллион. И не всем даже на сдачу попадались. Вот. Так что, ну, в видео будут дальнейшие розыгрыши обязательно. Я придумаю. Пишите мне в комментариях, что бы еще разыграть. Дэн, привет. У нас сейчас розыгрыш в прямом эфире. Вот такие. Вот так должны проводиться розыгрыши, когда мы все видим вместе с вами. Так. Ну что, осталось 2 секунды. И мы определим, кто же, кто же, кто же станет победителем. Проверка подписки. Назар. Блин, невероятно. Назар, я тебя поздравляю. Я не знаю, здесь ли ты смотришь ты эту трансляцию или нет. Видим, что подписка есть. Видим, что есть комментарии. Ты понравилась тебе эта монета. Ты очень хочешь. Я тебя поздравляю. Я тебе бесплатно отправлю эту монету. Пожалуйста, напиши мне в инстаграм или в комментариях к этому видео. Друзья, вот такой вот у нас прошел розыгрыш. Спасибо всем, кто посмотрел это видео. Пожалуйста, поставьте лайк этому видеоролику. Обязательно я буду делать подобные розыгрыши и в будущем. Верьте в свою удачу. Ищите монеты на сдачу. Проверяйте год. И всем пока, друзья.